Друзья, всех приветствую на канале Шанс Подняться и хочу сказать, что я на самом деле только что досмотрел игру Гайля Манфиса с Марко Чекинато и я под огромным впечатлением на самом деле от игры, от игры Марко Чекинато, которая когда обретает разогрев, становится просто неудержимой в какой-то момент. То есть это бесконечно работающий бэкхенд, острые удары. Безошибочная игра, я считаю, что Гайль Манфис в какой-то степени отскочил. То есть, конечно, во втором сете он имел все шансы дойти до конца без проблем, имея один брейк в запасе и счет 3-1, но не получилось. Не получилось и надо сказать, что Чекинато, конечно, большой молодец, большой трудяга и очень сильно старался, но все-таки я не ожидал, что он вообще даже выиграл, на фоне того, что он только что приехал победителем турнира. На следующий еще и в соперники достался Гайль Манфис, поэтому очень круто. Я под большим впечатлением. Теперь поехали по матчам, которые меня заинтересовали. Это на турнире ATP в Кштаде будут играть два испанца. Это Хаоме Муньяр и Роберто Баучиста Агут, который практически месяц не имел игровой практики. То есть, Хаоме Муньяр, 98-й, если не ошибаюсь, в рейтинге, молодой испанец. Конечно, у него статистика личных встреч со всеми, в смысле, статистика последних матчей не очень хорошая, но, тем не менее, я считаю, что у него есть шансы зацепиться, учитывая то, что это все-таки два испанца. Даже если Баучиста Агут явно как-то будет доминировать на корте, я думаю, сильно жадничать он не станет. Ну, как по мне, если он будет ощущать преимущество, все-таки действительно Хаоме Муньяр вполне способен взять один сет. Опять же, это нужно будет смотреть в лайве, но я думаю, что после месяца перерыва вряд ли это как-то хорошо сказывается на теннисистах. И второй матч – это только что выигравший турнир Фабио Фонини в финале у Ришара Гаске, а приехал также в Кштадт, будет играть с Юргеном Сопом, эстонцем. И настроение Фабио Фонини может быть абсолютно разное, но все-таки только что он выиграл турнир и снова приехал на грунт. И снова, возможно, какая-то отдача сета или плюсовая опора. То есть, вот эти два матча я выделил еще несколько матчей, но я все-таки решил разбить их на следующее видео. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все те, кто любит теннис, теннисные корты и кто вообще любит и кайфует от данного вида спорта, да и от любого спорта в целом. Подписывайтесь, лайк, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok